Всем добрый день. Мне очень приятно быть здесь. Это большая возможность для меня говорить сегодня с вами, рассказывать для вас. Как вам уже сказали, меня зовут Петр. Я чемпион России по битбоксу, но хочу отметить, если я чемпион России, это далеко не значит, что я самый лучший битбоксер в России. Я лишь один из лучших битбоксеров. Я не считаю себя лучшим. Но так оказалось, что сегодня я здесь. И прежде чем я познакомлю вас со своим творчеством, я бы хотел немножечко рассказать о себе. Меня зовут Петр. Фамилия моя Саранча. Так написано в паспорте. Это моя настоящая фамилия. Мне 20 лет. Я работаю в банке. У меня есть любимая девушка Настя. Вот она тут сидит. Я ее очень люблю. Собираемся жениться с ней. Также я люблю вести активный образ жизни, заниматься спортом. Я обычный парень, ничем не примечательный, но вот однажды в мою жизнь попал битбокс. Он стал моим очень хорошим другом. Как вообще это произошло? С чего это началось? С детства мне всегда очень нравилось слушать музыку. Мне нравилось танцевать. Родители отдали меня на брейк-данс, хип-хоп. Раньше был такой танец, тиктоник. Я его тоже очень активно танцевал, отжигал на детских дискотеках. И со временем у меня появилась тяга к музыке, но у меня ничего не было. У меня был слабенький компьютер, у меня не было интернета. И когда я был подростком, естественным образом я как-то начал с помощью своего рта делать какие-то ритмы, что-то типа... И тогда я подумал, вау, я придумал что-то такое, придумал что-то... Классный способ музыкального самовыражения. И через полгода мне подключили интернет, и я узнал, что это уже давно придумали. И что это называется битбокс. Вот, собственно, так мы с ним и познакомились, и по сей день уже 8 лет я этим занимаюсь. Меня спрашивают, как ты этому учился, как ты совершенствовал свою технику, свои звуки. Меня никто никогда ничему не учил, у меня никогда не было наставника. Вот, собственно, любовь к музыке сподвигла меня к этому. И причем были разные нюансы. В школе надо мной очень много смеялись, не принимали всерьез. И меня очень поддерживали мои родители, моя мама. Я ей очень за это благодарен. Вот. И вы спросите, почему вообще я этим занимаюсь? Почему я до сих пор это делаю? Уже почти взрослый пацан. Зачем я этим занимаюсь? Ну, во-первых, любовь к музыке, как я сказал. Во-вторых, битбокс очень хорошо влияет на память. Вы просто не представляете, сколько битов и звуков у меня в голове. В 2014 году я считал, я насчитал 87 звуков, но я думаю, сейчас их, наверное, уже в два раза больше. Также битбокс хорошо влияет на нашу мимику, на молодость нашей кожи. Вы удивитесь, но... Есть битбоксер из Сингапура. Ему 33 года. Он записал видео, так скажем, пособие для девушек, что если каждый день по 15 минут делать звук, что-то вроде... то будут мышцы рта работать, кожа будет подтягиваться. Он, кстати, очень молодо выглядит, хотя ему уже 33. Выглядит он, ну, на 20. Вот. И знаете, я... Я сюда пришел не просто так. Я сюда пришел не просто показать, что я умею делать. У меня есть определенная цель. На самом деле есть одна очень важная проблема, на которую мне не все равно. У нас в России битбоксеров не считают за ценителей искусства. У нас люди не умеют правильно относиться к битбоксу. У нас в России люди считают, что битбокс — это способ развеселить гостей на свадьбе, на корпоративе. Думают, что это жалкая пародия на музыку. У нас в стране люди не умеют ценить битбокс, как это происходит, допустим, в западных странах, как это происходит в Австралии, в Америке, да, где битбокс-культуру уже очень давно считают наряду с какой-то классической музыкой, с джазовой музыкой. У нас битбоксеры, они находятся в тени. Все видели только, там, может, какие-то выступления на минуте славы по телевизору. Но люди не знают, что такое настоящий битбокс, что такое истинный битбокс. Люди даже не догадываются, какой оркестр на самом деле может поместиться в одного человека, что я вам сегодня и попытаюсь продемонстрировать. И моя цель — это показать людям, что битбокс — это действительно тонкое искусство, требующее большой концентрации. И также моя задача — это действительно делать музыкальные композиции, звучать как музыка, чтобы каждый звук был максимально чистым. Это, знаете, как играть на расстроенной гитаре. То же самое делать какие-то звуки, может, не очень грязно. Я пытаюсь работать над качеством звуков. И сегодня я очень хочу, чтобы, если вдруг вы видели выступление битбоксеров до меня, сегодня я хочу, чтобы, может быть, вы пересмотрели свой взгляд на это. Сейчас я попью чуть-чуть водички, и мы с вами начнем. Вода — это очень важный атрибут при выступлении битбоксеров. Это все, что нужно, скажем так. Нужны иногда аплодисменты. Но это не обязательно. Так, тут есть ковер. Я буду тут стоять. Чувствительность. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Раз телефон, два телефон, три камера, четыре Настя, привет! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Ди-Джей Олег 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем спасибо!